Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Это ежедневный информационный выпуск в обзоре наших корреспондентов. Как и всегда, наши журналисты расскажут о наиболее значимых событиях, которые произошли в этот вторник. Вот краткий анонс информационного выпуска. Помним и скорбим. В Рязани почтили память жителей блокадного Ленинграда и советских солдат, освободивших миллионный город от смертельного окружения. Световые наклейки для безопасности пешеходов. Совместную акцию провели в школе дорожные полицейские с работниками рязанского оператора связи Ведикон. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Стало известно, что Верховный суд окончательно снял партию возрождения России с выборов в Рязанскую областную думу. То есть судьи Верховного суда оставили в силе решение об отмене регистрации списка возрожденцев. Сейчас работники области Верхома решают, каким образом они будут вычеркивать название партии из уже отпечатанных бюллетеней. Напомним, что помимо партии Возрождения России с выборов снята и партия Родина. А теперь о памятных датах. Сегодня по всей стране вспоминают жертв блокадного Ленинграда. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска, несмотря на упорное сопротивление советской армии, овладели городом Шлиссельбург. И таким образом отрезали Ленинград от всей страны суши. Именно с того момента начался отсчет почти 900-дневной блокады Ленинграда. Сегодня на ленинградском кладбище Скорбящинского мемориала собрались жители блокадного города, которые сумели пережить те страшные дни. 900 дней и ночей. 74 года назад началась блокада Ленинграда. Сегодня в Рязани живет более 100 жителей блокадного города. И большинство из них собрались на ленинградском кладбище, чтобы почтить память ушедших и возложить цветы к мемориалу. Те, кому удавалось вырваться из фашистской осады, разъезжались по всей стране. Рязань с 1941 по 1944 год приняла более 200 тысяч человек. Сообщение с Ленинградом поддерживалось только по воздуху и Ладожскому озеру. По его льду с огромным риском уезжали на многотонных машинах с перегрузом. Евгении Козловой было 14 лет, и те события запомнились ей на всю жизнь. Вы представляете, дорога жизни. Ехали, спасались. Они бомбили эту дорогу жизни, и наша машина уходила под лед. Мы чудом спаслись на этой дороге жизни. Мне очень хочется, чтобы никто не знал этих ужасов, какие выпали на нашу долю. Чтобы никто не знал, ни те, кто сейчас живут, ни те, кто будут жить. Потому что это такие страшные испытания, когда дети за стенкой весь день кричат «хочу кушать». Это ужас. Те, кому удавалось вырваться из фашистской осады, разъезжались по всей стране. Рязань с 1941 по 1944 год приняла более 200 тысяч человек. Самые трудные месяцы вспоминает Елизавета Желякова. Она трудилась на кондитерской фабрике и говорит, что именно это спасло ее от голодной смерти. Было голодное время, в семье я жила тоже бедной, не хватало. Вот было, насушит сухариков моя сестра, положит ведерочко и поставит. А потом хватит, и говорит, опять съели. Кто? Ну, приходится сознаваться, я хотела есть, досталась, съела. Вот таким образом мы жили. Поэтому у меня зародилась мысль пойти туда, где можно поесть. И кондитерский комбинат. И вот я там работала до начала войны. И это меня спасло. Потому что когда началась война, я осталась у хлеба. У плохого, но у хлеба. Геннадий Соколов оказался в северной столице накануне окружения вместе с семьей, мамой и сестрой. Он признается, что в своей памяти сохранил лишь некоторые особо трагические эпизоды. А целую картину восстанавливал по рассказам мамы и бабушки. Что я помню из блокады? Помню, труп перешагивал по лестнице. Мы жили на седьмом этаже. Вот помню, перешагиваем труп. Помню, бомбоубежище набито полностью людей. Там лампочка горит тусклая. Вот такие эпизоды отдельные. Помню, как бабушка из лебеды и крапивы пекла лепешки на глицерине. Вот до сих пор в глазах стоит, слюни текли. Сейчас, наверное, не попробовала лепешку черного цвета, потому что хотел съесть. Прошло уже 74 года, но те 900 дней страха, страдания, непобедимые силы воли каждый блокадник помнит, как будто это было вчера. В наших силах не потерять эту память и передавать ее будущему поколению. Это были на самом деле тяжелые времена, когда люди умирали от голода, в холоде, в страдании. Это на самом деле очень ужасно. Это действительно нужно помнить, знать и представлять, что люди пережили, чтобы мы с вами сейчас обрели свободу. А такого ни в коем случае нельзя забывать. И еще о датах. Сегодня, 8 сентября, отмечается Международный день солидарности журналистов. Праздник установлен более полувека назад по решению Конгресса Международной организации журналистов. А выбор даты обусловлен тем, что 8 сентября 1943 года фашисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. Находясь в тюрьме, он успел написать книгу-репортаж с петлей на шее, за которую в 1950 году был посмертно удостоен Международной премии мира. Журналистика, впрочем, во всем мире продолжает оставаться до сих пор одной из самых опасных, но вместе с тем и востребованных профессий. Сегодня в здании, где располагается редакция газеты «Рязанские ведомости», собрались сразу несколько поколений журналистов. Начиная с 1958 года, День смерти Юлиуса Фучика стал отмечаться как Международный день солидарности журналистов. Почти во всех уголках планеты журналисты ежегодно подвергаются нападениям, иногда приводящим к смерти. По данным Международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов, в 2014 году в разных точках планеты погиб 61 представитель прессы, а уже в этом году погиб 41 журналист. Сегодня память погибших журналистов на Украине, а также журналистов, чьи жизни унесла Великая Отечественная война, почтили рязанские представители прессы и студенты профильного факультета РГУ. Во-первых, обеспечивается связь с поколением. А это очень важно, чтобы сохранилась школа, чтобы сохранилась преемственность традиций журналистских. И чтобы они понимали, что они выбрали очень серьезную профессию, общественно значимую, социально значимую профессию. Чтобы они понимали, что у них есть особая миссия, а не просто работа, которая интересна, которая дает возможность встречаться, показать себя как творческую личность. Но это еще и серьезная социальная миссия. Сегодня в Рязани открылось новое современное предприятие. Этот завод принадлежит компании «Техно Николь». И на нем будет выпускаться инновационный утеплитель. Руководство предприятия уже сейчас рассчитывает поставлять свою продукцию не только по регионам России, но и даже в страны ближнего зарубежья. Новый завод корпорации «Техно Николь» будет заниматься непосредственно производством инновационного теплоизоляционного материала «ПИР». Это уникальная производственная линия, не имеющая аналогов во всем мире. Производственные мощности завода составляют 30 миллионов квадратных метров продукции в год. Общий объем инвестиций в проект составил 1,7 миллиарда рублей. За годы работы на Рязанской земле корпорация «Техно Николь», куда входит завод «Лоджик Руф», прочно заняла лидирующая позиция в сфере производства высококачественных строительных материалов. При выходе предприятия на полную мощность объем их производства позволят заместить половину аналогичных продукций, которые в настоящее время поставляются в страну и зарубежи. Данная линия является самой скоростной, самой мощной линии из тех линий по производству плит «Пир», которые стоят и в России, и в СНГ. Ну, в СНГ их очень мало, и в России их мало, и во всей Европе. То есть это реально одно из крупнейших по мировым масштабам производств, которые мы сегодня с вами будем открывать. Открытие завода обеспечило около 50 рабочих мест. Это уже 41-е по счету производства компании в мире и седьмое в Рязани. Гарантия на изготовляемый продукт составляет 25 лет. В дальнейшем теплоизоляцию «Пир» рязанского производства планируется вывести на зарубежный рынок. Экспортному потенциалу, ввиду особенностей этой продукции, она легкая, ее далеко не увезешь. Поэтому ареал, скорее всего, будет ограничен странами СНГ. Это Украина, Белоруссия, Казахстан. Но очень большой потенциал этого продукта есть в самой России. Вообще я доволен тем, как корпорация «Технониколь» работает на нашей земле. Сегодня, если брать, суммировать налоги, которые выплачивают все предприятия, корпорации, размещенные на территории Рязанской области, то это будет второе место после нефтезавода. Плит-Тепир пользуется большой популярностью за рубежом. Теперь она производится и в России. Среди преимуществ этой теплоизоляции ее низкая горючесть. Также она может применяться во всех климатических районах при температуре окружающей среды от минус 65 до плюс 110 градусов. Также стоит отметить, что новый завод соответствует высоким стандартам безопасности окружающей среды. Сотрудники дорожной полиции уже долгое время прозывают горожан надевать на одежду светоотражающие либо светящиеся в вечерной и ночной темноте элементы. Чуть более двух месяцев назад носить на куртках светоотражатели стало обязанностью пешеходов. Особенно, конечно, важно выполнять такое правило детям и подросткам. За долгие летние каникулы не мудрено позабыть правила дорожного движения. Особенно, если сами родители, торопясь на работу, бегут с первоклашками за руку прямо через проезжую часть. Поэтому компания «Ведикон» совместно с управлением ГАИ Рязанской области организовала акцию. Акция заключалась в комплексе мер, направленных на повышение безопасности детей на дорогах. В частности, были изготовлены для учеников младших классов нескольких рязанских школ светоотражающие браслеты, которые позволяют ребенку стать заметнее на дороге для водителей, особенно в темное время суток. Оказывается, правила дорожного движения дети помнят лучше, чем их родители. Прекрасно ориентируются в дорожных знаках, знают, что такое фликеры и куда смотреть, если приходится возвращаться из школы без взрослых. Я знаю, что вот этот знак означает подземный переход. Там безопаснее всего переходить дорогу. Еще есть надземный переход, или как его называют, воздушный. Этот знак, это самый простой, он означает, как я сейчас сказала, пешеходный переход. А вот этот знак означает осторожный дети. То есть бывают дети, которые не знают правила дорожного движения, и чтобы предупредить водителя, что они могут выскочить на дорогу. Какую сторону сначала смотрим? Налево. Налево. Поднимите все левую руку. Где же у нас лево? Замечательно. После этого куда смотрим? Лево. Направо. Поднимите все правую руку. Посмотрите, где у нас направо. Применение полезному подарку от компании «Видикон» ребята нашли сразу. Его можно носить, как браслет, прицепить на рюкзак или верхнюю одежду. В школе номер 17 большое внимание уделяется безопасности детей на дороге. Такие встречи с сотрудниками ГИБДД проходят каждый триместр. А прямо на входе, на самом видном месте, располагается схема безопасного маршрута. Она дополняется в зависимости от времени года и прочих внешних факторов, например, таких, как гололед или сосульки. Такие схемы, единственное, что по большим масштабам, мы расклеиваем в дневнике нашим обучающимся. Несколько лет это была только начальная школа, с 1 по 4 класс. Еще бы взрослые почаще вспоминали о том, что дети лучше запоминают примеры, нежели слова. Эту тему мы продолжим. Следующий четверг в программе «Вызов принят». А сейчас о культурной жизни города. На прошлой неделе стартовал четвертый сезон популярного вокального телеконкурса «Голос». Как известно, проект «Голос» открыл и показал всей стране многих талантливых исполнителей. В четвертом сезоне телешоу участвовала известная рязанская певица Элла Хрусталева. Наша землячка Элла Хрусталева стала участницей шоу «Голос» на Первом канале. Пройдя так называемое слепое прослушивание, певица попала в команду Григория Лепса. Программа с участием «Рязанки» вышла в эфир в пятницу 4 сентября. Для прослушивания Хрусталева выбрала песню «Мне нравится» Аллы Пугачевой. Члены жюри отметили авторское исполнение «Рязанки». Элла родилась и выросла в Рязани, перепробовала множество профессий, но ее всю жизнь тянуло к музыке. Певица даже самостоятельно научилась играть на фортепиано. На сайте проекта об Элле Хрусталевой сообщается следующее. Любит читать и лежать на диване. Мечтает о собственной вокальной школе для детей. Также она обещает много работать и доводить до конца все начатое. Элла Хрусталева является вокалисткой рязанского джазового коллектива «Мама джаз». Она исполняет как интерпретации произведений других авторов, так и собственного сочинения, а также преподает в своей вокальной студии. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет вокалистка известного джазового коллектива «Мама джаз» Элла Хрусталева. И в сегодняшней беседе она расскажет о своем участии в телепроекте «Голос». А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова